Всем привет, ребята! Мы возвращаемся в игру Music Words, и сегодня у нас день четвертой прокачки аккаунта новенького на шестом уровне. Сегодня у нас будет все по-быстрому. У нас проходит мини-игра квест-подземка, но не рекомендую в ней участвовать, пока вы маленькие. По одной простой причине. Этот квест для стареньких, потому что все здесь зомбаки достаточно сильные. И вот, например, я одной лопатой нападаю, и результата никакого нет. Да, игрушка во многих аспектах подстроена для игроков более взрослых, более статных. Вы узнаете. Поэтому хорошо поучаствовать в подземке один раз, буквально там один раз побить, но не участвовать в ней постоянно. Не тратим время на эту фигню. Это не самая лучшая игра. Нужно поучаствовать один раз хотя бы на одного зомби напасть, чтобы войти в рейтинг. То есть самое минимальное место занять в рейтинге, и вам дадут уже приз. Торны и Крионид. Эти две, как сказать, валюты в игре найти очень сложно. У меня теперь, смотрите, обязательно к выполнению задания, но где надо потратить деньги, я не выбираю такие. Заработать звезды выбираю. Но в любом случае, у меня, например, задание продать товар на требуемую сумму. Вот это задание выгодно выполнять, пока вы маленький. Объясню почему. Если у вас уровень выше 20, например, то там у суммы уже далеко не 650, еще пару ноликов добавляется. И выполнять их реально сложно. Призы не стоят того, чтобы их выполнять. Здесь же сейчас я могу выполнить, потому что у меня на складе куча всякого мусора валяется. Так, ну и на клабов я тоже нападу. Так что, вот мой игрок, вот что у него сейчас с базовыми характеристиками. Я пока ничего не принимала, потому что я это немного берегу, так как нам кто-то объявил войну. Да-да, я в группе, ребят. Так, что там по составу? Так, это мой состав группы. Вот-вот-вот. Так, группа, которая объявила войну. В целом мне здесь делать нечего, потому что эта группа, скорее всего, смотрите, какой шестой уровень. Шестой уровень, типа мой уровень. Ха-ха. Но Чучундрик однозначно решил не экономить деньги и хорошо себя закачал. Поэтому, в общем-то, на эту войну можно сразу забить. То есть, когда нападают на вас, и изначально известно, что группа выбирает более слабую группу. Ну, в большинстве своем. Вот. Поэтому, если вы нападаете, вы должны также выбирать группу. Так, идем в магазин. Магазин. Кстати, это мое самое нелюбимое мини-задание, магазин, потому что, ну, оно реально невыгодно. Просто у меня сейчас есть куча вещей, которые надо продать. Вот, например, я выиграла в боевых заданиях еще один аквариум. И мне дали в подарок аквариум. Зачем мне их два? Теперь смотрите. Чем выше уровень, чем выше прокаченность, тем дороже стоит продажу. То есть, это я могу, например, продать за 1125. Это за 90, это за 59, 275, 52. Теперь надо нам арифметически посчитать, прокатывает ли то, что я продам, мелочь. Или не прокатывает. У меня 650. Нет, не прокатывает. То есть, я аквариум продам. Все, задание выполнено. Что я получу? Да, на 650. Кстати, я изначально в свое время совершала большую ошибку. Я хотела выполнить это задание и получить деньги и опыт. Поэтому я шла в магазин, покупала вещь, либо эту вещь докачивала, чтобы стоимость ее продажи поднялась. Но, ребят, это большая ошибка. Так делать нельзя, потому что проще отказаться от выполнения андоклеста. Вот сейчас, например, на 1600. А у меня нету, чувак на 1600. Я от тебя отказываюсь. Потому что, если я зайду, куплю вещь в магазине, то мне надо ее покупать примерно в 3 раза дороже, чем я ее буду продавать. Это правило рынка. Все, что вы купили, оно становится обычно дешевле. Только в жизни оно на 20-30% дешевле. А здесь, в этой игре, аж в 3 раза. Поэтому, как вы понимаете, в награду то, что я получу, вообще никак не окупят. Я только деньги потрачу. Лучше их тратить на прокачку. Так, заработать мы с Мокси. Могу попробовать когда-нибудь. Если мне подфартит, я это заработаю. Так, пойдемте. Прокачка, прокачка. Заниматься прокачкой. Я качаю ловкость, потому что это уже практически, я заметила. Если у тебя ловкость выше, чем ловкость соперника, но у него какие-то другие параметры чуть-чуть сильнее, чем у тебя, то выиграешь ты, так как ты чаще будешь уворачиваться от ударов. Так. Кстати, для тех, кто не в курсе, свою тактику вы можете посмотреть здесь. Вы можете даже нажать кнопку тактика и выбрать, какие будет применять в бою он умение, так как с уровнем этих умений будет становиться больше. Те игроки, которые занимаются серьезной прокачкой себя и вообще фанатеют от этой игры, они очень зациклены на этой тактике. Подстраивают. Правильно подобранная тактика может даже заведомо слабого игрока вывести на выигрыш, потому что, вот, например, у всех этих умений есть какое-то преимущество. Например, повышает вероятность ответить на удар противника. Но, ну, это неинтересно. Вот, например, это. Наносит врагу 100% урона от силы героя. Если бы у меня был прокачан, скажем, до третьего уровня, то есть я это прокачивать не могу, они должны сами выпадать. Там было практически 200-300 уронов. Плюс еще уменьшает ловкость врага. Поэтому, если я его буду применять, будет очень круто. Вот, по сути, самое главное, что я хотела сказать. Сейчас я буду нападать на клап, поиграю в мейсбокс, но я уже вас насиловать этим не буду, чтобы не смотреть. Вернемся в следующий раз, так как мы качаться еще будем долго, и я вам успею еще надоесть. Всем пока!